Утром 27 мая 1968 года с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетел учебно-тренировочный истребитель МиГ-15. Через несколько минут связь с пилотами прервалась, а спустя три часа обломки самолета нашли во Владимирской области, возле деревни Новоселово. Истребитель буквально вонзился на полной скорости в землю. Пилоты МиГ-15 погибли на месте. Так оборвалась жизнь первого человека, полетевшего в космос, Юрия Гагарина, и его летного наставника Владимира Серегина. Наша память опять возвращается к событиям полувековой давности, когда экипаж боевой машины навечно остался на Владимирской земле с бортовым номером 18. А светлый, потому что светлая память об этих светлых людях сегодня объединяет нас. О трагедии, случившейся 50 лет назад, свидетельствуют спиленные при падении самолета деревья. На месте гибели Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина установили мемориал. Почтить память погибших в Киржаческий район приехали представители администрации президента Российской Федерации, госкорпорации «Роскосмос», делегации Смоленска, Ярославской, Костромской и Владимирской областей, а также близкие родственники Гагарина и Серегина. Ежегодно на мемориал приезжают первые в мире женщины-космонавт Валентина Терешкова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. В этот день нужно вспомнить не только погибших под Киржачем космонавтов, но и почтить минуты молчания память жертв страшной трагедии в Кемерово, отметил Иосиф Давыдович. А вам огромное спасибо за то, что вы пришли. И я думаю, что нас услышат, услышат нас и телевидение, услышат нас и пресса, и еще раз и еще раз расскажут, что нужно кланяться подвигам соотечественников. На протяжении многих лет благотворительный фонд памяти Юрия Гагарина и Владимира Серегина, которым руководит летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, занимается реконструкцией мемориала. Силами фонда восстановлена церковь Андрея Первозванного и построена часовня в честь Георгия Победоносца. Вы знаете, это место удивительно тем, что оно уникально. Другого такого места нет в мире. И то, что 50 лет сюда люди приходят для того, чтобы поклониться нашим героям, это говорит о том, что это место уже стало святым. Я думаю, что оно будет с каждым годом, с каждым днем привлекать все больше людей, которые будут гордиться своим отечеством, гордиться своими героями и помнить о них в веках. Юрий Гагарин стал настоящей легендой или, как говорят, кумиром эпохи. Журналист Александр Зиновьев в день, когда Гагарин вернулся на Землю, помнит, будто это было вчера. Тогда он был 15-летним мальчишкой и вместе с классом сбежал с уроков на Красную площадь, чтобы встречать Гагарина. И уже поднялись на Красную, и то уже начали видеть Гагарина. И он весь в эмоциях, весь в радости. У него замечательное лицо. Он махал руками, все время у него подрывалось тут рядом хрущевцы, ка стояло. Но никто никого не видел, кроме Гагарина. Коллеги Юрия Гагарина тоже вспоминают о нем с теплотой. Космонавт Борис Волынов посоветовал всем жить так же просто и честно, как жил Гагарин. Мне кажется, было бы очень правильным, если бы мы брали пример с Юрия Гагарина. Вы понимаете, он говорил совершенно спокойно в цехе с монтажниками, которые создавали космический аппарат. Ракета-носитель тут же в цехе создавали. Завершился митинг возложением венков к подножию 16-метровой гранитной стеллы, установленной на месте гибели героев Советского Союза. Екатерина Глазкова, Виталий Сергеев, Губерния 33. Продолжение следует...